Всем доброе утро, выходим на нашу вот эту фигню, пластик или что-то, куда это выбросить, даже не знаю. Наверху там чуть-чуть, скажем так, ретерянный, вот, и надо выбросить, что-то у нас только шумка здесь, с утра дождик, смотрите. Но вообще дождик не дает после обеда, поэтому все может быть. Кстати, у меня там сумка, тоже пакет с пластиком встанет. Машина-то закрыта. С пластиком сейчас надо заехать, мусорку выбросить. Чарли, бам, ну? У меня тут такое. Видите? Чарли, а то ты в этом не залезешь. Чарли, бай, няки. Чарли? Где он есть-то? Чарли? Не, ну вы посмотрите, куда он делся-то. Тирапая, омбри. Бай, няки. Тирапая. Ходишь тут еще, бродишь. Инга. Сейчас тебе замурую. И все. Я тут себе вафли сейчас буду печь. Никогда не делала ни разу в жизни вафли. Какой-то первый попавшийся рецепт посмотрела на YouTube, нет, в интернете. И, в общем, решила вафли забахать. Пока у меня будет нагреваться, я пойду сниму одежду, потому что все-таки, по-моему, дождик-то будет у нас. Смотрите, уже как-то, видите, точки-то какие набежали. А утром как было пасмурно. Ой, пасмурно. Светло, так что там вообще прям чернота. Так что нужно снять бельишко. Оно у меня со вчерашнего дня висит. Уже высохло. Сейчас, хотя мне не очень нравится оставлять белье, потому что у всех здесь эти, как их называют-то, печки топят, в общем. И дымом воняет ночью. Так что, вот так. И сейчас суп себе разогрею. Опять сделаю шпроты. У меня там замазки осталось. У меня муж не ест шпроты, если что. Ему такая фигня не нравится. И что, и кое-что у меня в задумках есть. Так что, будьте на связи. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот такие у меня получились классные. Все, я пошла кушать. Вы сейчас все офигеете, потому что я офигела. Совсем? Что это значит? Что это значит? О, в общем, начнем по порядку. О, я еще не верю своим глазам. Помните, мы ездили в аэропорт буквально позавчера. И у меня так сердце защемило. И я такая сижу. Это аэропорт гребаный. Тут еще невестка присылает фотку моей племяннице. Я такая горестная сижу. Думаю, блин, мужу говорю, посмотри. Он такой посмотрел. Говорит, ну, съезжай, езжай. Я говорю, в смысле езжай? Ну, съезди, говорит, это проведай ее. Я такая, как съезди, проведай ее? И у меня, знаете, сердце колет, а это колет, а это... У меня даже язык заговаривается, а это аэропорт. Тут еще эта племянница, я бы ее съела. Ей 8 месяцев такой возраст, что... И я такая сижу, думаю, блин, что делать? Что делать? Еще муж, что делать, что делать? Ехать. И все. Пишу невестке, говорю, я хочу к вам приехать. А она сразу, приезжай, конечно, туда-сюда. В общем, я купила билет в Россию. Уже вот, уже скоро. Вообще, вы знаете, я человек такой, что я не планирую какие-то поездки, особенно в Россию. Там, буквально 2 недели назад меня спрашивали в Россию, когда я. Я говорю, никогда я пока туда не хочу. И вот я уже лечу туда, прикиньте. Прикиньте, я не верю своим... Своим я не верю. Есть, билет, я ему уже оплатила. Вот, оплатила, оплатила. В общем, да. Вот так. Лечу всего на недельку. У нас тут как раз, знаете, праздники скоро будут. Вот я девчонок спрашиваю, говорю, поедемте на шашлыки, на мышлыки, туда-сюда. Все молчат. Ну вот, я, значит, поеду на шашлыки-мышлыки в Россию. Повидаю свою племяшечку маленькую. Ой, у меня уже планов. Я уже... Я билет ищу. Ну, как ищу? Они одни и те же со вчерашнего дня. Ну, вернее, как со вчерашнего. Вот, как приехали с аэропорта, так я и полезла искать. А самое интересное, я когда полезла искать. И, ну, вернее, я... В машине мы сидим, я такая уже все загорелась. Я, знаете, вот я, да, человек такой, что если я загорелась, я в Россию никогда не собираюсь. Никогда. Но у меня так получается, что я туда езжу каждые три года. Я не знаю. Такой, наверное, у меня период или что. И, в общем, я туда никогда не собираюсь. Все билеты. Я, знаете, я не знаю, как можно купить билеты за два, три, за полгода. В общем, у меня все бум-бум спонтанно. Приехала, купила, победила, да? К чему я вообще что рассказывала? А, и я такая уже загорелась, а потом думаю, а паспорт? А у меня паспорт непросраченный. Может быть, у меня уже просрочился нафиг весь паспорт. Я приехала домой, посмотрела. Нет, непросроченный. Но ему осталось немножко. Вот, так что прикиньте. Как вам такой сюрприз? Пишите в комментариях. Ой, я еще и все еще не верю. Но оплата произошла. Денежки-то уже сняты. Еще очень боюсь покупать сама билеты. Каждый раз понимаю, я вспоминаю, что это очень легко. Но каждый раз я боюсь их покупать. А вдруг что-то не так? А вдруг что-то не то? Ой. Меня заняло купить билеты пять минут. Пять минут. Представляете? В общем, вот так. Билетики. Сейчас мужу сообщу, что купила билет. И все, он виноват. Хехи, говорит. Ты оттуда такая добрая приезжаешь. Такая радостная. Знаете почему? Потому что я всегда езжу на две недели. В этот раз работа. Как раз там уже Рождество. Вообще первая неделя. Ну, уже буду говорить. Да, я еду в первую неделю декабря. Буквально вот уже через неделю. Вот. Там как раз праздники. Я посмотрела, работа будет фиговая. Вообще плохая. И будет много праздников на этой неделе. И что мне их тут торчать, когда я их могу проторчать там. Посмотрела погоду. Приготовила уже одежду. Вообще не такая сумасшедшая. Я, знаете, приготовила себе чуть ли там не пошла покупать, я не знаю, валенки. Да, потом посмотрела в погоду. Там будет нулевая температура. Я лечу в Москву. Поэтому мне быстро. Мне всего 4,5 часа. И я у брата. Вот. Потому что я лечу к брату. К моим племяшечкам. Я ее так буду целовать. Так ее буду лепать. Прям такая. Вот. Она мне сегодня прислала. Я говорю, пускай готовится. Я ее съем. Мне только жалко Чарли моего. Он без меня так скучает. Да, помню в последний раз, когда я ездила, я приехала. Две недели меня не было. И когда я приехала, он весь, знаете, облез. У него была очень большая потеря шерсти. Я его даже к ветеринару наводила. Ему выписывали разные витамины. Мальчик страдает без манки. Ну, ничего. Недельку потерпит. Боже, я не верю. Я не верю. Так быстро, главное. Я, знаете, готовилась. Думаю, сейчас я как-то сяду часов на два. И буду. Потому что я же все надо мне проверить. Все правильно, неправильно. Вы рады за меня? А все виноваты сестры. Зачем мы их повезли в аэропорт? Вот так вот. Ладно, буду дальше радоваться. Не буду вас мучить своей болтовней. Буду переваривать. Слушайте, ну, синоптики правильно работают. У нас начался дождь. Так что можно верить синоптикам. Весь день лед, дождь. Чарли только будет дома сидеть. Вот. А я пойду в спортзал. Энергии хоть отбавляй. Чемоданы доставать. Подарки покупать. Приятный хлопот. С Чарли не пошла погулять. Потому что, ну, вроде как дождь идет, не идет. Знаете, так капает, не капает. Вот. И что он, где он сырой весь будет. Поэтому не пошла с ним гулять. Но дома сидеть тоже неохота. Я сейчас... Брят. С такой тротуаром. Брят. Что мы вдвоем и пройдем. В общем, пойду в магазин схожу. Помните, я вам говорила, мне один свитерочек понравился. Вот. Правда, скоро у нас на следующей неделе черная пятница. Но там, по ходу, два дня будет. В общем. Ну, знаете, свитер недорогой. И за какого-то там евро ждать не хочется. Прогольнуюсь даже больше, чем за свитер. И сегодня мне нужно еще сходить, идти в спортзал пораньше. Мы... В общем, в спортзале там как... Если идешь вдвоем с кем-нибудь, то тебе на 5 евро дешевле выходит оплата, да. Но моя подруга сегодня сказала, с которой мы вот вдвоем... Как это отмечено или что. А снимают со счета моего. Она мне просто деньги отдавала и все. Она мне сегодня позвонила, сказала, что у нее много работы, и она ходить пока не будет в спортзал. И вот мне нужно пойти сказать в спортзале, чтобы с меня не снимали за двоих человек, а снимали за одну меня. Вот. Это получится, если не предупредишь, то они опять снимут за два человека. Она не ходит. И некий в спортзал. Такие вот дела. Ну, сейчас прогуляюсь. Быстренько, полчасика, наверное. Я люблю погоду такую дождливую, знаете. Обожаю. Но не дома сидеть. Я уже и чай попила, и сериал досмотрела. Очень классный сериал. Вообще очень понравился. Давно таких не было. Вот. И все. И уже мне надоело сидеть. И вот, говорю, пойду погуляю. Что-то я уже, наверное, по-моему, заблудилась. Что там? А, да, сюда. Все улицы одинаковые. Хрен поймешь, куда идти. Эти лабиринты. Я вообще когда приехала впервые сюда, и вообще не понимала, куда здесь идти. Здесь все одинаково. Везде эти закоулки. Ну, сейчас нормально. Смотрите, какие тучи. Доброши какие. Хрен заедешь. Одни столбы. Вот я уже и в центре. Вот такой свитерок я хотела, чтобы, знаете, его под юбку носить. Под юбки. Там у меня уже майка спортивная. Смотрите, я сниму. Вот, а так, мне кажется, классный. Мягонький. И рукава, вот видите, они такие. Фонариком. Вот. Именно вот, чтобы их короткие хотели. И не сильно, вот как сейчас носят, оверсайз. Вообще, гляньте, какие поросяты люди меряют. И вот так вот все кидают. Как поросятки хрю-хрю. Надо им хрюкать. В общем, мне понравилось. Я давно не смотрела. Свет такой приятный, красивый. Резовый. Все, как я люблю, девочка. У меня тут готовится, жарится мясо. Будет плов. Лучок. Морковочку порезала. Вот так, соломкой. Все, как надо. Чесночок. Посуда помыта. Да, я посуду сама сегодня помыла. Вообще, этим муж занимается. Ну, что-то он сегодня не в настроении. Вот. Ну, это будет долгий процесс. И варку слова вы сами все знаете. У меня еще два авокадо поспели. Поспели вишни в саду, дядя Василь. Вот. Так что можно их потом завтра. На завтрак, может быть, съем. В холодильнике тут за дно разбираюсь. Знаете, всего до всего. Например, запеканку не слопали. Так всегда сделаешь. Знаете, с охоткой всегда прям. Съешь, все съешь. А потом вот кусок он стоит. Мотыляется в холодильнике. И на выброс. А куда еще? Никуда. Как говорится, в охоту что-то слопаешь. Я не знаю, когда люди, знаете, прям вот у кого и то едят, и сё едят. И много-много покупают. У меня времени на еду нет. Честное слово. Ну, вот я поела в обед. И все. Чай попила. Съела. Две вафли вот такие вот. Кстати, вкусный получился, но очень рассыпчатый. Что-то то ли много разрыхлителя, то ли что. Ну, вот это последние. Они потому, что недожаренные были. Мне уже надоело их жарить. Рассыпчатые очень. Ну, можно рецепты разные пробовать, поэтому найдем. Я люблю более такие, которые пожестче. Ну, на завтрак-завтрак слопаю тоже. Вот. Ну, наверное, все равно останется последний там. И на выбросках всегда. В общем, я не знаю. Времени нет на жрачку. Колбасы. Вот какие-то молбасы. Когда ее едят? Я вообще не понимаю. Колбасу. Вы же знаете, сто лет ее не брала, не ела. Нет, конечно, сожрать-то можно все. Ну, блин, попа расти. Попа будет вот такой ширины. Вот такой вышины. В общем, все. Я уже, знаете, успокоилась. Все мне пишут. Все там это. Подруги. Друзья с Россией, с родственники. Ты что, в Россию собралась? А я-то всем говорила, знаете, не, не поеду, не поеду. Мне, когда племянница родилась, все. Как же надо ехать, племянница родилась. Я не, не, не поеду. Работа, все дела. Не, не поеду. Тут такая хлопысь. Я еду вообще. Ой, не могу. Представляете? Ладно. В общем, подписывайтесь, чтобы быть в вкусе событий. Чудо как. Пишите комментарии. Как я вас удивила. Сама удивленная хожу. Страсть. И встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего. Всем пока. До завтра.